Приветствую вас! Очевидно, что ответ должен будет состоять из двух частей, так же, как из двух частей состоит ваш вопрос. Первый вопрос – это случай так. Как может быть то, что было после десяти лет силы любви к вам? Ответный этот вопрос заключается в нескольких важных моментах. Первое – то, что ваша жена любила вас и, скорее всего, если вы говорите, что десять лет сильно вас любила, скорее всего, любит до сих пор, но по какой-то причине она понимает, что вы для нее больше не тот вариант, который она рассматривает как перспективный. И, соответственно, здесь возможны два развития. Первое – это то, что она нашла кого-то, кто, ну, как-то заменил ей вам, да, то есть кто показался ей более перспективным, более отвечающим ее ожиданием. Либо чувства у нее действительно ушли, и это, к сожалению, бывает, то есть чувства, они, ну, не длятся бесконечно, они могут закончиться и, как бы, они действительно могут завершиться. В этой ситуации, в этом, ну, при таком раскладе, вам нужно понять, что, в общем-то, женщина в этом не виновата. Она увидела вас, видела-то, видела, точнее, вас, кого-то перспективного и интересного раньше, а потом, теперь, перестала. И, собственно, заставлять себя быть с вами она не может. Она определенно пыталась какое-то время, но у нее не получилось. То есть, как бы, основная мысль здесь – это то, что, объективно, просто, напросто, чувствуешь ли она встретила кого-то, кто более интересен, чем вы, более перспективен, чем вы, и, в результате, собственно, поняла, что именно с вами ей больше делать нечего. Ну, и плюс ко всему, какая бы сильная любовь ни была, но если не поддерживать ее, если как-то не стараться, как бы, подогревать огонь любви, то любое, любое шерство, рано или поздно, закончится. Это факт известный, к сожалению. То есть, это аксиома. Я понимаю, что вам может быть подобное не очень приятно, но тем не менее. Тем не менее, правда именно в этом. Второй момент, значит, момент такой, что она, ваша жена, просто почувствовала, что вот, несмотря на все, что у вас с ней есть, она просто не испытывает никакой радости от существования. То есть, ей, там, грубо говоря, уже сколько-то лет, да, она уже не девушка, и она чувствует, что вот ей уже вроде как прилично лет, а той реализации, которой она бы хотела, у нее почему-то нет. И восприняла женщина, ваше отсутствие этой реализации именно в вашей контексте. То есть, по ее мнению, именно вы мешаете ей как-то реализовывать, ну, может быть, там, давите на нее, может быть, что-то еще и так далее. И не важно, так это или нет, но факт заключается в том, что ваша жена вполне возможно так считает. И если она действительно так считает, вам, наверное, будет ее переубедить. И только если вы ее переубедите, то тогда, значит, у вас получится ее вернуть. Но пока не переходя на вопрос о том, значит, все это или еще можно что-то сделать, давайте попробуем сказать так. Она вас не пустила, даже когда вам просто негде было потолочевать. И вы удивляетесь, почему она этого не сделала, почему она вас не пустила. Действительно, ее поведение можно назвать таким, да, наверное, странным. Потому что, ну, так все так, у вас столько было общего всего, и вот она вас не пускает. Это, конечно, очень неприятно. И у этого на самом деле тоже есть объяснение. Точнее я бы даже сказал не так. Ага, не объяснить. Объяснение это не совсем правильно. У жены есть мотивация поступать именно так. Эта мотивация связана с тем, что вы ей не до конца еще безразличны. Что-то она к вам чувствует, и именно поэтому не хочет, чтобы вы вновь вошли в ее жизнь и не сбили ее, например, ну, с того курса, с того пути, куда она, например, хочет сейчас двигаться. То есть чувство к вам у нее есть, скорее всего, в одном случае она бы вас пустила. То есть не пустила она вас именно по причине наличия чувств к вам. Дальше. Значит, теперь вы спрашиваете о том, есть ли шанс того, что можно что-то вернуть, можно это вернуть. Если шанс. Если шанс. На ваш вопрос я бы ответил таким образом. В принципе, можно было бы, наверное, продолжить ответ моего коллеги. Потому что коллега в целом правильно написал вам, что вам необходимо самому измениться, вам необходимо самому стать немножечко другим, подумать, чего женщина хотела от вас получить, что она хотела от вас видеть, что она хотела вас видеть, почему она не получала того, что хотела вас видеть. И, собственно, как вы можете ей это, например, дать. И вот когда, если вы сможете ответить на этот вопрос, а главное, если это не будет вам вредить, если это не будет вам во вред. То есть, условно говоря, вот есть, ну, есть, там, допустим, у женщины, да, определенные желания. Эти желания, они напрямую связаны с тем, чего она хочет там видеть от мужчины, от вас, ну, и так далее. И вам для себя нужно вот проанализировать, а можете ли вы дать ей это без вреда себе? Если можете, то постарайтесь удовлетворить ее желание, и тогда, возможно, она к вам вернется. А если нет, если это вам во вред, и вы знаете, чувствуете, что это вам во вред будет, то, чего она от вас, например, ожидает, то, чего вам нужно сделать по ее мнению. Если вы знаете, что вам все будет во вред, то тогда делать этого, конечно же, не стоит. И тогда вам просто нужно понять, что, ну, тогда шли у вас пути с вашей женой. Такое бывает, нужно принять это, отпустить ее и жить дальше, хотя бы для, ну, для вашего же счастья. То есть, если вы будете целяться за нее, если вы будете как-то продолжать стремиться ее удержать, то ничего хорошего из этого не будет, кроме, наверное, какого-то такого обострения ситуации и все большего и большего количества негатива между вами. Если вы этого не хотите, то тогда вам лучше будет все-таки ее отпустить и стараться жить дальше. Это вот единственное, что вы можете сделать. Соответственно, если вы как-то, например, знаете или чувствуете или там в курсе того, что какие-то вещи вы делали неправильно, какие-то вещи вы совершали неверно, то тогда вы можете это исправить и своей жене, ненавязчиво хочу заметить, без какого-то такого откровенного напора, показывать, что вы стали другим человеком. И если чувства к вам у нее еще есть, то, безусловно, она постепенно вернется к вам. Тем более, если действительно было много любви, много лет любви, как вы говорите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... ...